Прямой эфир Здравствуйте Владимир Васильевич, наша сегодняшняя программа не совсем обычная В нашу редакцию поступили несколько вопросов от Центра преодоления Люди с ограниченными возможностями задают свои вопросы Вот у меня сейчас есть перечень этих вопросов Я думаю, что мы сегодня получим ответы на них на все Они касаются именно передвижения людей с ограниченными возможностями по дорогам Демитровграда И естественно вопросы о парковке здесь тоже существуют Значит, первый вопрос Нет знаков стоянка для инвалидов возле Центра культуры и досуга восхода Что делать? К сожалению, да, на этом месте отсутствует данный дорожный знак Значит, сейчас отделение ГИБДД проверит Посмотрит, кому принадлежит эта данная территория, то есть стоянка И будет выписано предписание на установление данного дорожного знака То есть, если, допустим, стоянка принадлежит администрацию Значит, на имя администрации будет выписана Если ДК восхода, значит, на имя руководителя там Ну, скорее всего, это земля, наверное, принадлежит администрации Допустим, на центральном входе установлены знаки Допустим, установлены знаки прямо на центральном входе То есть, у непосредственного входа Также на самом рынке есть специальные места, отведенные для инвалидов То есть, там очень много места Я думаю, мне кажется, тут вопрос неуместен, потому что неудобно Мне кажется, там все это сделано для инвалидов Именно то, что для их удобства То есть инвалиды могут на своих транспортных средствах? Ну да, там есть же стоянка специальная, которая там подъезжает, и есть специальные места для них отведенные. То есть есть также у центрального входа у них. Что касается насчет магазина Гулливер, ну это, конечно, мы проедем, посмотрим и определимся. То есть если на самом деле неудобно или далеко, допустим, это тоже будет вынесено указание на устранение, допустим, на перенос, допустим, если на самом деле это неудобно. То есть это мы просмотрим, проверим, и потом уже все примем меры. Кстати, вот как насчет рейдов, которые проводятся у вас по знакам инвалид, стоянка для инвалида, как димитровградцы меньше стали нарушать закон? Ну это не только во время проведения профилактических, допустим, рейдов, но также во время службы, спитора обращают внимание. То есть если видите такое нарушение, которое водитель поставил, место для стоянка, которое предназначено для инвалида, они, конечно, водитель привлекает к комиссаративной ответственности, но водители, так можно сказать, то, что продолжают такие есть нарушения, встречаются в городе. То есть и водитель, который нарушает, привлекает к комиссаративной ответственности. Ну, конечно, сейчас водители уже более стали, как сказать, дисциплинированы. То есть они уже, когда подъезжают на стоянки, уже большинство водителей обращает внимание на эти знаки. Хотя водители должны смотреть, соблюдать правила дорожного движения и соблюдать, в первую очередь, требовать дорожных знаков. Ну и штрафы достаточно высокие наверняка, там просто не каждый хочет платить эти штрафы под знак. Так, следующий вопрос. Можно ли под знак стоянка для инвалидов ставить автомобиль здоровому водителю, но если пассажир, у него является инвалидом первой и второй группы? Да, то есть это федеральный закон предусмотрен, то есть разрешено, если водитель, допустим, приводит инвалид, который является, как вы говорите, первой или второй группой, то данный водитель разрешается, когда ехать под этот знак, припарковать свою автомашину. То есть именно, что касается инвалидов, допустим, ну мало ли что, инвалид, надо сходить в магазин или сходить на почту, допустим, что-то такие действия совершить, то водитель может подъехать и оставить машину под этим знаком. То есть для удобства инвалид разрешается. Можно ли инвалиду третьей группы ставить автомобиль под знак «Стоянка для инвалидов»? Ну, к сожалению, третья группа не распространяется, она на участниках дорожного движения, который является инвалидом третьей группы. То есть им пока запрещается, допустим, ставить автомашину под этим знаком. То есть это запрещено, да? Следующий вопрос, который поступил из Центра преодоления. Есть ли в начале или в конце пандуса стоит автомобиль, куда нужно обращаться? Такое часто бывает на улице Гагарина. То есть обычные автомобилисты, я так понимаю, ставят не на месте. Ну, обычно у нас, если, допустим, где оборудован пандус, они не выходят на правую часть дороги на пандус. Они выходят, допустим, где-то на пешеходную дорожку, допустим, или на тротуар пандус. Но если, конечно, водитель уже управляя автомашиной заехал уже на тротуар, там, либо на пешеходную дорожку и поставил возле пандуса, это, конечно, нарушение уже правил дорожного движения. Если вы такие стали очевидцем, ну, у нас, я думаю, такие не встречаются случаи. Но если такие случаи даже есть, то, конечно, можно позвонить, даже нужно позвонить по телефону 02 или 26839 и сообщить то, что нарушает водитель такой-то, такой-то, допустим. Поэтому экипаж приедет, посмотрит, если есть нарушение, допустим, то они, конечно, водитель привлекут к консервативной ответственности. Почему не заезжает такси на территории больниц? Как инвалид добраться до ворот и куда звонить за разрешением? Ну, я тут так думаю, то, что они касаются того, что вот тут, который в больнице находится на ЦРБ, ну, номер 2, который на горке, ну, возле самой больницы есть, там находятся знаки, допустим, которые специально отведены для места, для стоянки инвалидов на это, то есть по ТАПу улице есть такие установлены знаки, но на территории больницы, в принципе, там территория находится уже, ну, находится она уже посредством больницы, то есть их территории. То есть это инфоба? Да, инфоба, да. Ну, если, допустим, человек везет, человек, который инвалид, допустим, или сам инвалид хочет проехать, если даже там, если охранники не пускают, если человек объяснит, водитель сам, допустим, объяснит то, что везет кого-то инвалидом, мне кажется, его в любом случае пропустят, потому что даже бывает, даже я это даже видел, потому что когда приводят, даже человек просто даже говорят, то есть забрать больного, либо, допустим, там, ну, отвезти больного, допустим, они открывают так, спокойно пропускают, спокойно машина заезжает. Но опять же, если хотят, допустим, они как-то, ну, чтобы они официально, то была, допустим, они руководители вышли в приложение, написали, допустим, письмо там, или как там они там, ну, чтобы согласовали, чтобы они привели дополнительный инструктаж с этими, с этими, с охранниками, допустим, которые не пускают, может быть. Просто надо тоже понимать, это человеческий фактор Допустим, надо тоже как-то быть То есть этот вопрос решается на месте, да? Ну, не то, что на месте Конечно, на месте большинство Но все равно, если, допустим, они пускай напишут письмо Допустим, на имя главы ФМБА, который здесь находится И чтобы они привели дополнительный структаж охраны Все понятно Кстати, как вы, как инспектор пропаганды Приходится часто общаться с инвалидами Вы проводите какие-то беседы профилактические? Потому что это все равно участники дорожного движения Да, но они сейчас, они все являются участниками дорожного движения Но просто вот сейчас, когда вот это началось, допустим, в городе, везде То есть для удобства инвалидов такая программа Раньше большинство водителей стесняли, допустим, вешать значки Которые означают, что за рулем находится инвалид Сейчас, когда инвалиды уже управляются машиной Они уже как-то значки вешают машину, устанавливают на значки То есть как-то они уже хотят сами показать то, что они инвалиды, и как-то к ним уже относятся по-другому. Даже не то, что сотрудники ДПС, допустим, а участники дорожного движения. То есть более лояльно пропускают? Более лояльно пропускают, да, то есть уступают дорогу. Потому что это удобно, даже видно, что человек инвалид, потому что с ограниченной возможностью, скорее всего, управляет транспортным средством. Приближается Всемирный день инвалидов. Что-то планируете в плане профилактики? Ну, конечно, у нас будет проводиться совместное мероприятие, значит, будет не только отдел ГИБДД, но и при администрации, с участием администрации, и также с участием школы, там и, допустим, преодоление тех же самых центров. Будут проводиться мероприятия, это будет проводиться у нас два мероприятия, запланировано на территории 16-й школы, там будет именно мероприятие проводиться с этими инвалидами, и также будут там участвовать не только дети инвалидов, но и также и дети, которые нормальные ученики данной школы, допустим. Еще также у нас хотим запланировать проведение одно мероприятие с водителями, инвалидами, которые будут проводиться, но они будут соревноваться между собой, небольшое такое соревнование. Потом будут также награждены все, допустим, подарки от администрации, от отдела ГИБДД. То есть это несколько мероприятий? Это будут два мероприятия, то есть будут дети заняты и также будут водители участвовать в данном мероприятии. Мы вам сообщим, позовем, покажите. Ясно. Спасибо вам за беседу. Благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова